Итак, дорогие друзья, повторюсь, вас приветствует оружейная компания «Премиум» Санкт-Петербург. Мы сегодня собрались, чтобы обсудить наиболее часто задаваемые нам вопросы. Не то, что мы какой-то конкретный маркипус, это эфир, а обсудим то, что нас обычно спрашивают либо в магазине, либо наши покупатели в Инстаграм. Перед вами Венир Михайлович Фиников, он основатель нашей оружейной компании. Ну и, как мы считаем, один из лучших специалистов по теме оружейной в России. Его всегда очень интересно послушать, и он вам расскажет такие вещи, которые вряд ли где-то в интернете, по крайней мере в русскоязычном интернете, можно найти. Так, длина ствола для нарезного ружья. Нет-нет, у нас всплывает такой вопрос, особенно ребята из других городов. Вот меня часто говорят, что вы знаете, у вас есть там, например, тот или иной карабин, у него длина ствола всего 51 сантиметр. Нет, у нас это не прокатит. Значит, у нас там, ну это в данном случае я вспоминаю про Читу, у нас люди в Чите считают, что 51 сантиметр невозможно стрелять из карабина с такой длиной ствола. Что ты можешь нам сказать на это? По этому вопросу. Значит, длина ствола нарезного, длина ствола гладкоствольного. Когда конструктор разрабатывает ружье, проходят испытания все детали сперва отдельно. И если говорить о нарезном ружье, то длина ствола, она не из головы берется, не из головы. Вы знаете, что когда пуля проходит по стволу, она совершает вращательное движение, так как там есть нарезы, там определенная длина нарезов. Где-то, конечно, каждый стреляет с пулей разного веса, но берется средняя пуля, и чтобы то, что наиболее часто используется, под эту пулю смотрят, какая длина ствола. Однозначно, поначалу это все теоретически рассчитывается, но практика критерий истинный. Это все знают у нас из философии. Поэтому потом производятся выстрелы со станка специального. Ну и все. Значит, когда пуля проходит сквозь ствол, ствол... Нормально сейчас? Да, нормально. Немножко плывет изображение, а звук нормальный, да. Ствол начинает... Он, если представить его как хлыст, он делает вот такое колебательное движение, когда пуля проходит. Ну, то есть не только в этой плоскости, и в этой, и в этой. При этом это колебательное движение, оно неизбежно. Какой бы толщину ствола ты ни делал, естественно, с толщиной ствола меняется это колебание, но оно всегда будет в любом стволе. И надо выпустить, грубо говоря, а пуля проходит вот так вдоль ствола. Надо выпустить пулю в тот момент, когда колебательное движение закончено, и ствол остановился в точке, в изначальной точке. Вот когда мы прицеливаемся, выстрел, пуля пошла, начинается колебательное движение, и пулю надо выпустить именно в этой точке, чтобы была точка попадания равна точке прицеливания. И это зависит от длины нарезов и от длины ствола. От длины ствола. Можно отрезать на 51 сантиметре ствол, и тогда эта точка попадет именно в изначальную точку в момент выхода пули из ствола. Следующая такая же будет, ну, синусоиды же идет. И следующая такая же точка, может быть, попадется на 70 сантиметре. Я тут точно не могу сказать, но это не будет 55 сантиметров, понимаете? И это не будет 58 сантиметров. То есть, например, 55 сантиметров, может быть, будет давать намного меньшую, худшую кучность, чем 51. А следующая хорошая кучность, может быть, придет на 71 сантиметр, или там на 81 сантиметр. И я сейчас так, утрирован. Поэтому, конечно, у нас среди охотников очень много людей, которые питаются знаниями. Подвисает, подвисает. Подожди, не говори. Сейчас. Да, попробуй. Алло, да, нормально? Сейчас нормально. Алло, да, говори, ребят, у нас просто тут гроза в Питере сильная, поэтому, видимо, так интернет не очень хорошо. Вот, поэтому выбирается оптимальная длина ствола для определенных калибров. Там, ну, вы знаете, да, что на магнусском калибре обычно там чуть-чуть подлиннее. Так, подожди, пожалуйста, еще опять подвисла. Мы остановились, что на магнумовском калибре прервалось. Короче говоря, длина ствола выбирается непроизвольно, а выбирается, чтобы достичь лучших показателей кучности. Поэтому тут лучше всего все-таки довериться производителям, потому что производители работают не в условиях монопольных каких-то, а в условиях очень жесткой конкуренции. И они выбирают длину ствола с тем, чтобы его оружие было лучше по характеристикам, чем у конкурента. Ну, уж, по крайней мере, не хуже, это точно. Поэтому если погнаться за мифами о длине ствола, то можно потерять тактико-технические характеристики ружья и проиграть конкуренции. Рынок не прощает неправильных длин стволов и неправильно выбранных технических параметров. Теперь с нарезным более-менее понятно, вообще, в принципе, разработчики ружей на сегодняшний момент, те, кто остались в результате жесткой конкуренции на рынке, они, честно говоря, намного больше нас знают. У них тоже бывают неправильные какие-то технические решения, может, маркетологи что-то не то подсказали. Но что касается там калибров, техники, баллистики, у них у всех все замечательно. Так что тут вопрос надо довериться производителю. Если говорить про гладкоствольное оружие, тут тоже много вариантов, убеждений, мифов о том, что чем длиннее ствол, тем лучше, значит, дальше он стреляет и так далее. и так далее. То есть тут тоже надо сказать, что длина ствола в зависимости от калибра, там 12-й или 20-й калибр, тоже она выработалась в результате истории многочисленных испытаний и так далее. И тоже эти длинные стволов выбираются не просто так. Например, у нас, конечно, в России больше распространена для 12-го калибра длина 76 сантиметров, хотя, в принципе, вся Европа стреляет из 71-го ствола, 66-го, 71-го ствола. При 71-м стволе я лично тоже за него считаю, что ружье более эргономичное. И по внутренней баллистике, по внутренней баллистике, тут, значит, что случилось, ну, где-то там, после Второй мировой войны, скажем так, порох стал другим. Порох стал более быстрее, который быстрее горит. Поэтому все процессы в стволах стали происходить намного быстрее. То есть если раньше порох медленно горел и длина ствола была нужна для того, чтобы успел сгореть весь порох, которым заряжен патрон, с тем, чтобы отобрать от него всю энергию, и поэтому длина ствола давала действительно увеличение скорости, то есть в связи с тем, что сейчас порох стал гореть быстрее, сейчас уже на длине 40-50 сантиметров от казенника. Вся работа уже сделана, весь порох уже сгорел, вся энергия от него передана, значит, броби. Поэтому дальше идет просто разгон, потом дальше идет у нас формирование осыпи, там чоковое сужение, коническая сверловка и так далее, и так далее. И потом, начиная с какой-то длины ствола, уже он становится вреден, потому что дробь дольше и дольше взаимодействует со стенками стволов, ее начинает распирать из этого контейнера, она начинает деформироваться и так далее, и начинает вступать в силу силы трения и уже потом на какой-то длине, она там больше 90 сантиметров, там уже будет только торможение дроби и ее деформация. Как одно время, может быть, лет 5-6 назад на выставках, вы помните, показывали такие чоки метровой длины, якобы они что-то там дают, но больше после двух лет демонстрации этих чоков я больше их не видел, поэтому скорее всего, что практика показала абсурдность этого дела, потому что когда дробовой снаряд отошел на 5-10 сантиметров, давление в стволе оно где-то 450 атмосфер, на 70 сантиментре оно максимум 70, 70, и если еще чем дольше держишь, чем дольше будет, больше будет расстоять длина ствола, тем будут газы прорываться сквозь пышу, больше деформация, поэтому если бы как сказать, то есть тоже выбран, тоже выбран оптимальный, оптимальная длина ствола для данного калибра, ну конечно для среднего патрона, так что там другие патроны. А стволы 90 сантиметров для гуся? Стволы 90 сантиметров для гуся, они да, супер гусь, производится такой ствол, значит, там имеется в виду, что в основном из него будут стрелять магнумом, поэтому там пороха больше, там эти процессы развиваются чуть-чуть длиннее, чуть-чуть дольше, поэтому там есть какой-то смысл, небольшой смысл есть. Сказать, что он там удваивает длину там или что-то это нет, это плюс-минус 10 процентов, но что-то он дает, что-то он дает, потому что там в основном на гусе магнумовский патрон, они считают, что производители будут использоваться, магнумовский патрон имеет большую навеску дроби и большую навеску пороха, значит, пороху надо чуть-чуть больше времени, чтобы он сгорел, поэтому тут есть какой-то смысл, но дальше уже наращивать его бессмысленно. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...